Девушки отдыхают Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехилоплатить за хорошие сигары. Да, и все же, как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Топ. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары, лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Конечно же, знал. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя? Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от села только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего там? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Он сдает задания, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Ну как бы есть такой момент, да. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. 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 Конечно. Я припрятал все нужно неподалеку от Порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом. Пожалуйста. Давайте я за руль, потому что нам. Сами знаете, как эти ребята водят. Езжайте к таможенному. Опа! А тут нам не додают ехать за нами. Слежка, ребята. Скорее, да, чем нет, да? Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мысли в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть. Смеетесь, мудачи. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай. Что ты задумал? Очень круто сделали кожу вот этими маленькими дефектами. Думаю накрыть сберегательный указ. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место. Уже все сто раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. Ограбить банк для нас слишком круто. Мы тут странных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, его ты дебил. Укрась сигары нам поручил Дон. А налет на банку ни за что не одобрит. А мы ему не скажем? Действительно. Ты что же хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разослится. Но успокоится, когда увидит свой дом. Не знаю, Поль. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав в поле. Ну да, я тоже так думаю, что... Или забудь. Помечтать нахать можно. Проснись, все. Мы на месте. Слегка перетачку. Голубые планы, если честно. Найди грузовик. Встретимся у хранилища. Мы с Поли. Захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил что ли? Нет. Треск как стекло. Этого я и боялся. Эй. Хорош меня доставать. Все путем. Все путем. Только ствол забыл. Дружище. А как мы с тобой сейчас будем федералов грабить? Если ты такой сосредоточенный и сконцентрированный. Выщите рабочий грузовик. Хорошо. А где он? Почему ты не вышел из машины? Я понять не могу. И шо? Пацаны, шо происходит? Так, ну грузовик нам вот так просто забрать не дадут. Плюс. Сто процентов они знают, что там не только сигары. Там еще и камни. И так далее. Ты что? Больной на голову или шо? Поэтому так просто упереть нам не дадут это все. И... Мне нужно грузовик найти. Что-то я... Чуть-чуть не включаюсь. А-а-а... Вот и наш грузовик появился. Круто. Хорошо. Отлично. Нравится. Да просто пустой грузовик, на котором мы туда поедем. Правильно? Правда, нет. Ничего нет. Мы просто садимся в грузовик, открываем. Пели и поехали. Сразу минусую музыку, потому что орет она как не в себя. И выезжаем. Тихо, брат. Не так скоро мы разобьем эту машину. Не так скоро. Надеюсь. И пришел чисто под машину выйти. Ну да ладно. Так. Кстати, грузовик управляется отвратительно. Но... Я уверен, что здесь будет перестрелка. Я уверен, что будет погоня и так далее. Блин. Так, ребят. Ну, блин. Имей совесть. Я понимаю, что выйти поглавнее на дороге. Я его даже разогнать нормально не могу. Я понимаю, что я его тупо не удержу. Даже если перекладка вот так дам. Слушайте, на такой скорости его, кстати, не несет. Это очень круто в повороты заходить. На той скорости, на которой мы зашли. Но я так понимаю, что если мы вот так разгонимся, то... Добрый вечер. Совершенно верно. Уху. Тачка классная. Вы же все отражения в луже видите, да? Это топ. Это класс. Это очень классно. Останови здесь, топ. Остановил. Кто мне сказал здесь остановить? Тут вас нет. А-а-а. У-у-у. Ребята, у вас новая работа? Ты сказал остановить здесь, ёб твою мать. А, ну да. Здесь это... Это здесь. Хорошо, мы на месте. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Можно я на машине просто уеду пацаны, ну типа... Не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу и как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Поищем ящики из Камеруна или как он там? Ну сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Да-да, конечно. Че не охраняется, ни зачем не смотрит, никого нет. Черт. Точно. Да. Э, Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Что это было? Вы о чем? Держи, друг. Хорошо, проезжайте. Работа сегодня кипит, парковка забита. На торпеде. Ничего. Позал, конечно. Я не умею действовать по стейлению. Чем чисто вышел бы, знаешь, так это. Пальзом ткнул, вот там документы. Я пошел. Ну-у-у-у. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной! Пальзом ткнул. Ладно, ребята. Двинули. Я так понимаю, нас был ждать куча приколов, но у нас есть револьвер. Это хорошо. Чирик. Блин, а это вот, дружочко, бахнут. Так, чисто за винтовочку. вот федералы заставляют работяг пахать сверхурочно что у нас здесь там там я пока не понял путь к по которым нам надо идти может вот там вдоль забора там 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 на крышу до все я понял а что там показывают что-то интересное ли что еб твою мать он сюда идет идет сюда ну что томми твой звездный час брат об ушел двоечка в кабину на солнышко бам-бам ляп нам бы ту нам борту fight готов хорошо брат ну ты так это долго не не виси но и затекут там рука все дела нахер на тебе надо на холоде ночью брось так хорошо на месте бумаги у и и заметка по поводу выскакиваю я забрался склада ящик сигар нутром чую то что мы еще может быть при этом среди конфискованных камень русских сигар с богими и приедешь сразу отправлять и на склад и проверю стальные ящики увидимся утром удачи это мне поможет тогда тут их очень много очень много женщин посиди подумай своем поведении я немножко здесь посмотрю ящики лежат на складе стрельба привлечет внимание нет ребят стрелять мы точно не будем список грузов и считаем паер бэй по гейме сигара не плюс сектор d2 интересно да 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 так брат мы не стреляем мы работаем максимально по стелсу также мы забираем журнальчик и впереди будет какой-то оля постер да да впереди будет какой-то постер это круто еще документы до следующей комнате что же дружочек ироняда тебе не понравилось понятно аврикасов срочно нам стало известно что хранилище таможенного конфиската восхивание в данный момент содержит неизвестную контрабанду особой ценности необходимо срочно рассмотреть все конфискованные товары время ограничить отсутствие результата может привести к провалу судебного процесса вам порвать эффектив джозеф кроу и я тебя понял друг мая бумаги твою мать томас самаретти эмпайер бэй это уже персонажа сэмпайер бэя вошли блин очень было бы круто реально если бы здесь можно было как-то типа аля сканить или еще что территорию ну блин реально неудобно но вот прям вообще ты тупо не знаешь где кто и ты вот узнаешь буквально вот выходя вот так тупо выходя вот так и вот так так ребята отдыхаете отдыхаете вы по причине того что эти по причине того чтобы не поднимали лишних криков брат прости но надо кстати видите нас туда через стену слышат а вот это уже фбр нам надо вверх там фбр нам надо вверх и я клянусь что а нет отлично вот сюда мы зайдем туда мы тоже зайдем и меня сука не видел я тебя видел ублюдок мать твою хорошо черт сколько же тут всего и но это было это было типа понятно что и будет здесь столько это прям мнение конфискации сигар корабль транспортного средства богемия корабль груз сигарет обычное изделие оригинал оригинальный пункт назначения атлантик импорт-экспорт компании холдбрук основания для конфискации подождение начальника порта неуплата пошлины на товар до 3 сентября 38 сектор до 2 да это нам поможет друг мой но вопрос другом количество фбр на квадратный метр это что зашкаливает а просто блять заставляет меня слегка переживать ну да ладно и шо там шо показывают брат чё говорят говорят следующее что ты не спал давно и пора выспаться хорошо я реально рекомендую зачищать тупо ну потому что блин лишняя стрельба лишний кипиш какой-нибудь тип может запороть всю миссию и типа блин но реально максимально блин неприятным будет так один там на спуске хорошо вот здесь на спуске на да вот дружочек братик доброй ночи подки снов отдыхайте молодой человек я бы здесь реально не бегал потому что тупо не знаешь где они могут быть банки еще чуть-чуть и найду найдем-найдем найдем главное чтоб никакой в пера вес не вылез а дружище банки тоже и здесь тоже ничего ничего все нормально камеру упаковки уже вот там скорее всего мечет ну типа светом подсвеченным сто процентов там что-то мне кажется д2 вот он смотри просто чек тупо все подсвечено все под это ну низ трудно догадаться салут салут фамилия уверен что мы взяли то что нужно все пучком парни ладно грузим все и валим отсюда грузят вообще там тупо набита битком сигарами они так руками подняли перенесли это вроде последний сваливаем слышишь назад я в кузове не поеду ладно водишь ты лучше нас только смотри ни сега не воду черт вы слышали ладно то погнали валим валим уж там тут не слишком удобно до через ворота а раньше блять через 100 тачки пипец придется миссия начинают заново тачку разбили да все еще один выстрел все до рит через ворота через ворота говорит я налево поворачиваю ворота а ворота не ворота через ворота ну да ладно а мелочь принципе мы выйдем на изичах чего какого 5 как меня развернула на господи как это просто невозможно это просто блять невозможно давай педаль в пол я готов брат мой дорога перекрыта найти другую если у нас засекут начнется жара на вновь не виделись вот дерьмо но она нет нет да нет дать это это дичуха короче реально это просто бред они просто закрыли там ворота и все то есть не попадаю на хера объясните мне зачем перед закрытыми воротами которые невозможно проехать ставить полицию вот давай в этот раз меня не перекинуло да ладно успокойся ты конечно не уходят на грузовике таможню ой как я вывернул хорошо да что ты говоришь а я думал педаль в не в пол а ну ребята отдых окончен блин хреново нет никакого гаража или еще что-то так вы заехали перекинули в другую машину и переоделись и уехали бы спокойно но нет план не настолько хорош но да ладно там видите мы едет и берет блять и там и в первых ладно будем дворами мансить принципе это несложно кстати вы первых за нами едет по той же самой дороге ребята нахер в сторону отошли тела отлично мы оторвемся это не проблема обедим убить нормально объедем объедем и мы сейчас через двор дадим вот тут минус будка она мне не нравилось вот здесь мы дадим в объезд и как раз мы их объедем сбегайте заграждение да именно этим я блин и сейчас и занимаюсь нет 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 давай сюда блять там еще придурки вы федеральные службы хранилище обчистили как ты думаешь наверно пришли человека 3 и сколько легавых вы сюда пригнали конечно а как вы хотели хорошо мы выезжаем отлично уже туда домой куда ты блять едешь придурок и что вы чуть было не уехали да там реально лабиринт я чудом ящики нашел другой раз для такого дела нам нужен будет план получше получше стекляшки то мы нашли так мы не видели в ящиках камни мы видели сигары мы их нашли но не факт что они там есть просто потому что этот конченый мост уже раз пятидесятый скотина проехать не невозможно кто такие заезды делает еще куда чурка блин едет впереди на такси прошлый раз я сюда влетел на когда машину гоночную перегонял вроде как чисто из-за того что тип просто решил в сторону не посмотрев вообще никуда блять еще это говно не едет блин ни хрена вообще блин еще через мост переезжать господи вы решили меня добить да это называется насладись насладись вождением грузовика в мафии это просто ну непередаваемое ощущение ну ладно мы его чуть-чуть подбили я соглашусь но все равно блин с ветерком бы пролетели для он вообще он тупо ему тупо в авто просто вообще он не передвигается а ехать нам еще надо вроде как ну да ладно я думаю нам недалеко осталось ехать ну да не так далеко поэтому доедем бурлеск катар бурлеск оттуда спустился она там ступенечки в таком состоянии этот грузовик наверно не очень будет рад пытаться по ступенечкам ну да ладно вроде вон уже вон 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 и доехали блин он из горки сколько 50 50 за горы дружище не надо так делать 55 а скорость что ты знаешь о скорости да отлично мы приехали а я здесь уже был не сюда один напиток привозили больших особо объемах ты жив да пару ящиков они из решители в хлам и что сильно этот сильнее всех выглядит не очень да он придет в бешенство если товар будет испорчен ни хрена себе черт наркота уверен да уверен а где алмазы их тут нет это и есть товар нет да он сказал мы идем за алмазами можешь открыть любой ящик алмазов нет как это то есть мы рисковали жизнями ради этого города похоже да тебе лучше остыть более да он сейчас будет здесь мы не скажем дону ни слова если бы он хотел чтобы мы знали рассказал бы он должен да но сейчас мы все будем помолчать ясно полезно да я буду молчать как прошло парни и рова ящик потрепался вот и все этот но не так страшно какие-то сигары может испорчены но все остальное в порядке босс вообще алмазы ведь самая твердая вещь на свете после моего члена конечно что ж браво парни браво вы заслужили хорошую надбавку нужно выгрузить ящики на склад нет лучше отдохните товаром займутся эти придурки точно повторить ладно босс мы пойдем неужели он решил их решил им что-то не договорить неужели сальери решил наркотой связаться при том что у мафии есть закон не связываться с такими вещами горова он сто процентов знал что там он не мог не знать твою ж мать с меня уже хватит доме если б нас повязали с дурью мы бы сдохли в тюряги да и что ты предлагаешь я уже говорил банк да насрать что думает сэм я этот куш не упущу сколько там по-твоему да хера ты в деле просто спросил я знал что ты не подведешь так что за банк гранд империал между north park и центральной да я там был не так давно охрана в банке никакая удобно сваливать и кассиры вообще не похожи на герой не знаю как-то мне не хочет чего на наркоту из камеру на я ведь даже не вдоль что от какой нахит что так что за банк я проехаться хотел ехать нельзя туда или что не знаю как то мне не хочется таскать для дона наркоту из камеру на я ведь даже не в доле и вообще я больше не хочу попадать в такое положение стоять на коленях и смотреть как чья-то несчастная девка скашает заживо да я был прав это именно тот момент который вы сломать и не бывает план идеальный я же все продумал я бы не звал тебя с собой если бы не знал что у нас все выйдет увидим пока я сам все не осмотрю ничего не обещаю если я сяду сара меня бросит у тебя есть это я понимаю представь как вы сможете развернуться осторожнее приятель ты лезешь в воду не знаю броду классно вы общаетесь пацаны я хочу все изменить кто за меня пойдет мне почти 40 лет а за душой только пара сроков но если вы горит у меня наконец-то появится бабки устроить ты не создан для домашней жизни поле поверь проведешь так полгода и застрелишься от скуки черт да я сейчас готов застрелиться мы по полгода только и делаем чтоб играем карты и пинаем хер я расслабляюсь тут вдруг что-то случается и нужно собраться иначе забочит вот я пытаюсь не уснуть пока тонн рассказывает мне очередную байку который я слышал раз сто а на завтра я уже под пули стараюсь и на свои штаны я так устал от этого доме ребята ребята вы думали когда вы в это все лезли вы думали каждый мелкий воришка спит и видит как бы срубить куш и завязать если у нас выйдет как знать может быть я открою небольшую уютную пиццерию ну как тебе вы знаете если сделаем это будем ждать в чем парадокс ты уже втянулся брат а планируют такие миссии в большинстве игр даже не 1 граф который это планируется практически никто не возвращается